Здравствуйте! И с вами я Михаил Шилов, автор проектов Будушин.ру, Будублог.ру и Макивара.ру. И сегодня тема. Почему традиционные боевые искусства никогда не будут работать? Проблема тренировки кумите в традиционных боевых искусствах и в традиционных практиках заключается в том, что партнер только имитирует оппонента или противника, но им на самом деле не является. В традиционных и ортодоксальных стилях, не практикующих свободный спарринг, как элемент тренинга и подготовки, используются иные приемы и методы для тренировки и отработки техники, взаимодействия с оппонентом. Иные это какие? Ну, это различного рода обусловленные и запрограммированные взаимодействия. Когда партнеры как бы договариваются, это прежде всего, там, аппликации кихона или частей бункай ката, расшифровки ката. В некоторых направлениях есть и более продвинутые методики. Это безусловно. Например, джи-ю и пон-ку мите существуют. Это такой полусвободный поединок, где на самом деле все понятно. Это то есть, когда все описанное ранее выполняется не из стационарных стоек и позиций, а в свободном передвижении в камае. Тем не менее, самый основной способ тренинга взаимодействия с оппонентом, это обусловленное взаимодействие. Противник атакует заранее известным способом. Иногда даже устно предупредив о виде атаки. То есть, громко называет ее, после чего эту атаку производит. Защищающийся иногда четко определенным приемом, иногда очень редко на выбор каким-то приемом выполняет защиту и последующую контратаку. Вот так описан основной базовый принцип отработки взаимодействия с противником. Причем, чаще всего, это именно работа вторым номером. Вот это тоже важно понимать. То есть, контратака обычно выполняется после защитного действия. То есть, противник атакует, защищающийся, уке, производит защиту и контратакует. Еще одной особенностью является отработка защиты почти исключительно против единственного действия нападающего, после которого этот нападающий как будто забывает о том, что можно выдать целую серию ударов, которые точно будут иметь успех, если противник, защищающийся, пытаясь защищать против каждого удара отдельным действием, отдельную часть, в которой идет атака. Вот будет так работать. Но атакующий не только забывает о продолжении и развитии атаки, он также забывает, как ходить, как перемещаться, как маневрировать и защищаться, в связи с чем терпеливо дожидается контратаки. То есть, атаковал, встал, получил и разошлись. То есть, он дожидается контратакой, не предпринимая никаких попыток разорвать дистанцию, сместиться, вернуть руки в камае и так далее, за редким исключением. Атаку он остается в роли мешка ровно столько, а иногда и значительно дольше, чтобы атакующий успешно завершил свое техническое действие. То есть, всеми своими действиями атакующий, его называют обычно Тори, помогает контратакующему, уке, наилучшим образом произвести обусловленную защиту. Кроме того, атакующий по правилам игры всегда проигрывает. Причем, во всех смыслах этого слова. То есть, он изначально выступает в роли мальчика для битья, в роли мешка, который в конечном итоге просто обязан получить. Он не учится атаковать серийно, он не учится вообще атаковать так, чтобы выигрывать в атаке. На начальном этапе это работает, имеется в виду в обучении, когда тренируются неофиты, но затем очень быстро достигается потолок в развитии, за пределы которого не выйти, как бы хорошо не получалось выполнять условные упражнения. Их может довести до филигранности, понимаете? Может увеличиваться скорость, оттачиваться хореография техники и прочие характеристики, сила может увеличиваться, но тактические наработки, дриблинг, тайминг и динамика и прочие вещи не будут совершенствоваться. Это как с игрой в пинг-понг, когда сначала выполняются отдельные упражнения, какие-то подрезки, накаты и тому подобное, которые могут быть доведены до филигранного исполнения и высочайшей скорости причем. То есть чикаться можно на скоростях просто фантастических, но без свободной игры с настоящим противником играть по-настоящему и выигрывать научиться невозможно. Нет, можно конечно выигрывать каких-то опростаков и дилетантов, даже просто на подачи делая эйс или просто там нарезку принимая что-то. С помощью таких наработок это возможно, но если противник не умеет принимать накат, не умеет резать или принимает резаных, высоко поднимает шарик над сеткой и тому подобное. Но все наработки тут же превращаются в ничто, когда встречается противник, умеющий делать все то же самое, но в абсолютной импровизации, отточенной в свободной игре. Каждый знает, кто играл в теннис, что даже отсутствие академической техники можно компенсировать, играя сильными противниками. Тем самым, играя сильными противниками, можно постоянно увеличивать класс собственной игры. Ну, разумеется, что хорошая техника точно не помешает, а класс игры можно без техники повышать до определенного уровня. Но хорошая техника никогда не заменит свободной игрой. Вот и кумите. В нем происходит ровно то же самое. Поэтому практика свободного спарринга просто необходима в подготовке любого адепта, практикующего боевые искусства. В практике тренинга обязательно должно присутствовать такое взаимодействие, при котором противник не помогает вам одержать победу, а всячески мешает. То есть это не исключает конечно предыдущих типов подготовки, но конечной фазой является именно такой тренинг. При этом ваш оппонент должен стараться выиграть. И вот если это будет происходить, то все будет нормально получаться и будет постоянный рост. Да, и еще важно, противников нужно менять. Это не должен быть один и тот же человек, один спарринг-партнер на всю жизнь. Вы приспособитесь к друг другу и это тоже перестанет работать, как только попадется другой по кондициям человек, с другими параметрами, с другой манерой ведения поединка. Вот так вот, друзья мои. Поэтому традиционные боевые искусства, как бы я не озаглавил это видео, могут работать. При одном условии. Если в них используются не закостенелые ортодоксальные традиционные методы тренинга, где нет свободного, читай спортивного спарринга. Потому что свободный спарринг может быть только спортивным. Иначе будут просто травмы. То есть это должен быть спарринг по правилам. Но тем не менее, он должен присутствовать обязательно. Ну, на этом все. Скоро увидимся. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, подписывайтесь на Instagram, подписывайтесь на сообщество «Боевые искусства» в социальных сетях. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok